Легенды, загадки, истории, снифы, факты, факты, каватарии, тайные знания. Неизвестное об известном. Загадочная Индия. Взгляд изнутри глазами европейца. Осколки древних знаний в альтернативной медицине. Неизвестное об известном. И снова здравствуйте. Каждое путешествие – это погружение в новую реальность, где взгляды, традиции, философия и даже медицина в корне противоположны нашим. И именно это воспринимается как чудо. Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существуют. Второй – будто кругом одни чудеса. Это высказывание Альберта Эйнштейна «Вспоминаешь каждый раз, возвращаясь из Индии». Как будто сказка остается с тобой. Ты привозишь ее домой, в свой родной город, в свою реальность. И это новое ощущение меняет тебя, твое отношение к жизни и к людям. Ведь по утверждению того же Эйнштейна, единственное, что может направить нас к благородным мыслям и поступкам – это пример великих и нравственно чистых личностей. Их жизнь представляется легендой из сказочного далека. Она как магнит манит тех, кто хочет приоткрыть завесу тайны бытия. Для нашей передачи таким магнитом стала Индия. Может быть, потому что это родина йоги, чьи секреты сегодня стараются перенять европейцы, особенно физическую сторону учения. Человек, поверхностно знакомый с йогой, часто воспринимает ее в форме сложных физических упражнений. На самом деле йога имеет несколько ветвей и направлений. Карма-йога – это работа и действия. Джнана-йога – это исследование и приобретение знания. Пхакти-йога – это путь благочестия и самоотверженной любви. Раджа-йога – высшее йога сознания. И, наконец, мантра-йога – это повторение определенных заклинаний и звуков. Нам посчастливилось встретить гималайского мудреца, в практике которого переплелись все эти направления. Он жил на границе трех веков. Это гуру Шри Свами Пракашананда Сарасвати Тит Махарадж. С первого раза и не выговоришь. На самом деле все не так сложно. Шри – уважительное обращение к учителю. Свами – это монах, который принял обет безбрачия. И для него семья – это весь мир. Пракашананда – это просветленный и несущий свет людям. Сарасвати – имя богини мудрости. Оно дается людям, которые несут мудрость в этот мир. Титх – название пещеры, в которой медитировал святой. Ну а Махарадж – это учитель королевского уровня. Его с полным основанием можно назвать одним из святых нашего времени. Люди называли его гуруджи и считали ясновидящим. То ли необычайный дар, то ли умение читать язык звезд приводили к нему политиков, королей, президентов и даже ученых. А главное – учеников. Можно прочитать тысячу книг и не понять истинный смысл йоги, который, как по волшебству, открывает встречи с таким человеком. Ведь гуруджи… Классический шиваистский йог. Большую часть своей долгой жизни он провел в гималайских пещерах. Своё имя он получил по названию «Одно из пещер, где жил». Спустившись в высокогорье, Махарадж выбрал место поблизости от древнего центра силы Джигешвар. Сейчас Тит вместе с помощниками поселился в маленьком ашраме Мокшатхам, что на санскрите означает «Дом освобождения». Ашрам расположился неподалеку от храма. Тит Махарадж – необычный святой. Он выучил английский, когда ему было 110 лет. С вами был подлинным хранителем древнего знания Индии. К сожалению, несколько лет назад, на 151 году, он ушел из жизни. Но все, кому удалось с ним встретиться хоть на минуту, никогда не забудут об этом. Каким бы фантастическим ни казался нам паспортный возраст с вами, говорят, что он был значительно старше. Городжи приходили за советом политики, члены королевских фамилий. К нему нередко обращались представители династии Ганди. Частой гостью Ширисвами была вдова Раджива Ганди Сони. Можно сказать, что Городжи влиял на политическую жизнь Индии больше, чем любой из министров. Будучи далеким от мира, он горячо интересовался политикой, переживал по поводу событий в Афганистане и Ираке. Любил смотреть телевизор и читать по утрам газеты, несмотря на то, что медитировал каждую ночь по 4 часа, переносясь сознанием на ледяные пики гор и неприступные перевалы. Сколько раз он проходил по ним, пробирался по едва заметным тропам. Только наиболее отважные паломники рискуют отправиться в дальнюю дорогу, чтобы за несколько дней тяжелого пути добраться до мест, где, как считается, живут боги. Сколько раз он совершал ритуал омовения в ледяной воде горных озер. То, что обычному человеку кажется фантастикой, для Городжи является естественным и обыденным явлением, в том числе и его озарения, которыми он щедро делится со своими учениками. Чудеса ясноведения, просветления, знания языка звезд порой не так впечатляют европейцев, как уникальное владение своим телом. Таких мастеров много, но самый известный из них Айенгар, который открыл свою школу, которого знают хорошо европейцы, но не все знают его путь к вершинам мастерства. В 1935 году на юге Индии 16-летний Айенгар, выходец из бедной брахманской семьи, начал учиться йоге у мужа своей сестры Кришнамачара в школе йоги, созданной под патронажем Махараджа Майсора. Нищие, вечно болеющие, вечно голодные юноши. Айенгар поначалу занимался йогой чисто механически, испытывая невыносимые муки от боли во всем теле. Но тем не менее, как-то очень быстро, за несколько месяцев, оказалось, что никто не может выполнять асаны с таким совершенством, как он. Уже в 1937 году учитель разрешил Ингару преподавать йогу, и он переехал в Пуну. Дерево традиций неожиданно быстро стало приносить плоды. Это было очень давно еще при англичанах. В то время йога в Индии была мало, кому интересно. Учителей практически не было. Кришнамачар, например, обучался йоге в Тибете и Непале. Сначала под натиском его воли отступили болезни, потом нищета. Ну а йога, как здоровый живой язык на устах своего носителя, гением и трудом Ингара росла и развивалась. По много часов проверяя воздействие каждой позы и каждого дыхательного упражнения на самом себе, Ингар разработал иерархию и последовательности их введения в курс занятий, а также специальные программы для лечения многочисленных заболеваний, став крупнейшим экспертом в области йога-терапии. Возвращая себе контроль над телом, мы постепенно начинаем лучше контролировать и свои мысли, и эмоции. Это делает, безусловно, нас более счастливыми. К нам возвращается понимание того, что для нас действительно хорошо, а что, ну, не очень. Ответ на этот вопрос я получила в Институте йога-терапии в Мамбайе. Он расположился на одной из узких улиц старого Мамбая. Мы сразу попали на занятия. Впрочем, они проходят здесь целый день. Ученики приезжают со всех стран мира. Этот институт до сих пор продолжает дело своего основателя Шри Югендра. Ощутив на себе всю мощь древних техник, он заражается мыслью о необходимости сделать полученные знания доступными для каждого человека и перевести йогу из ранга таинства для избранных в понятную и полезную науку для широких масс населения. Основное направление работы йогендры – это попытки создать упрощенные комплексы асам, пранаям, гигиенических процедур, чтобы сделать йогу понятной и доступной для обычного человека. Медитативные техники также адаптируются под потребности современного мира. Именно этим и занимается сегодня институт йоги в Бомбее. Югендра уверял, что йога – это проверенное средство против старения. Он часто употреблял перевернутые позы, утверждая, что именно они продлевают молодость. И не потому, что ты стоишь на голове и действуют законы гравитации, а потому что это способствует выработке гормонов, которые продлевают молодость. Несмотря многолетнюю практику йоги, перед началом занятий в институте йога-терапии все же мучили сомнения и естественные опасения не ударить в грязь лицом. Все страхи развеялись с первых шагов. От нас не требовали поражающие воображения гибкости. Главное – следовать основным принципам хатха-йоги. Это правильное дыхание, последовательность асан, прямой позвоночник и, конечно, концентрация внимания. Ведь каждая асана имеет несколько ступеней, и пока не научишься правильно строить основу, не сможешь дойти до вершины. Следуя путем йога, человек как бы совершает восхождение к вершине нравственного и физического совершенствования. По этим ступеням надо пройти, не нарушая последовательности. А практиковать йогу для оздоровления души и тела. Особенно это относится к европейцам, для которых многие вопросы остаются спорными. В первую очередь вопрос вегетарианства, особенно в нашем промозглом климате. На этот счет есть разные мнения, но мне запомнился ответ молодого преподавателя на курсах йоги для европейцев в Катманду. А если вы переведете северные народности, мордвинов, чукчи и ивенков на растительную пищу? Вопрос, понятно, был риторическим. Хотя каждому хочется обладать совершенным телом и хорошим здоровьем, не случайно даже у нас в Латвии, в стране, потерявшей почти половину своих жителей, встречи с мастерами йоги собирают полные залы. Однако, как вы уже поняли, путь йоги твернистый и извилист. Мне вообще кажется, что это учение является осколками знаний какой-то древней цивилизации, которая стояла на очень высокой степени развития. Потом эти осколки рассеялись по всему миру и стали составной частью альтернативной медицины, которой сегодня достаточно много. Вот одной из них является кинезиология. Которая появилась в 60-е годы из хиропрактики, остеопатии и других наук. Основатель кинезиологии в современном виде, американец Джордж Гудхарт, принял за основу древний метод индейцев, развил его и создав достаточно стройную теорию, в основе которой лежит мышечный тест, который считается в науке о движении точнейшим и эффективным инструментом. Мышечное тестирование определяет стрессовые области в жизни человека, уточняет эмоциональные травмы, которые и привели к проблеме. Йоги считают, что каждая мышца тела связана с определенным органом. В кинезиологии я слышала подобные принципы, но вот что между йогой и кинезиологией больше общего или больше различий? За всю йогу я не могу сказать, но да, в кинезиологии есть такая зависимость, как мышца отражает функцию какого-то органа. Ну, давайте для примера возьмем большую грудную мышцу, в зависимости от того, какая порция тестируется, мы можем заподозрить либо проблемы с желудком, либо проблемы с печенью. Вот, если у йог такая же есть зависимость, то да, тут, конечно, будет какое-то сходство. И по слабости или силе какой-то мышцы мы можем заподозрить заболевание какого-то органа. Но не надо думать, что если мышца слабая, то это обязательно больной орган, потому что там еще много разных зависимостей, да. Может быть, проблема какая-то с позвонком, потому что эта мышца связана, например, ну, вот давайте возьмем большую грудную, грудинную порцию. Эта мышца связана с печенью, эта мышца связана с пятым грудным позвонком. То есть проблема может быть и в печени, и в позвонке. Вот, также там может быть какой-то отражать взаимосвязь с каким-то зубом. Вот, то есть тут надо найти правильно первопричину заболевания и повоздействовать на нее, чтобы, ну, устранить ее и полечить человека. Если каждый орган связан с конкретной мышцей, и он слабый, и, наверное, можно как-то воздействовать на эту мышцу, вот есть ли обратное действие какое-то? Ну, я думаю, что обратная взаимосвязь имеется. Она может быть не столько выражена, нежели связь больного органа, отражающийся на мышце, да.